Всем добрый день, с вами канал Питомник Милый, я Людмила Горбунова. Хочу вам показать такой маленький момент из моей жизни с растениями. Вот здесь я подняла... Так, надо их ниже вот эти опустить, что свежие я ставлю вот сюда. Я уже показывала, что мы отделили вот свет, и здесь вот пленочка. Теперь здесь температура сейчас 22,5 градуса. Вчера только догадалась, я же купила вентиляторы. Вот второй еще не примеряла, поставила вот сюда. Это у меня посередине такие ясли. Вот здесь черенок новый, свежий. Здесь, наверное, чаще опрыскивать, он еще подведает. Это от первого числа им буквально два дня. Вентилятор я включаю. Вчера включила только на день, на ночь я отключаю. Сейчас я опрыскиваю. Это крупнолистный. Вот. Здесь пленочку я вот так вот закидываю наверх. Вот здесь уже это бонфайр, здесь уже макушки сняты. Вот такая вот корневая. Надо, конечно, снизу поддевать. Снизу. Так вот. И смотреть. Вот это я ставлю дочери. Отдам, передам. Так, здесь квикфаерфапа 14 мая. Вот такие солдатики. Я укоренял вот такие маленькие-маленькие. И вот они наросли чуть позже. Вот это сниму на черенок. Это даже не черенок, а травянистая макушечка. Так. Фразь мелба. Но она уже постарше. Уже пора давно переваливать. Блин, что-то корни рвать не хочу. Как-то бы надо бы. Видите, вот это очень удобная ель. Вообще удобная. Здесь я не поддерну. Ладно. Высоконькая. Вот это меньше. 7 рядов. Той покрупнее. В этой 8 рядов. Вот такая вот щёточка. Это краса лескова. Вот 10 мая. Ну, то есть 3 недели уже пора рассаживать, переваливать. Видите, оторвала нотком. Хороший. Вот это всё готово на пересадку. Вот. Сейчас я вам покажу, что я ещё опрыскиваю. Эта умница развела слабенький Максим. Не знаю, я делаю прямо на глаз. Читайте по инструкции или делайте меньше нормы. Ну вот, показала. Я вчера зарядила умницу, потому что обработки постоянные. Вот это уже макушки срезаны, сформированы. Это граундбрейкер надо тоже рассаживать. А здесь ещё надо будет снимать. Я наснималась, мне уже её предостаточно. Ещё надо снимать. Думаю, надо ли мне это уже или не надо. Вот. Здесь, внизу, там, вот, видим, нет. Вон там у меня всякие жареные пареные стоят. Так, вот смотрите, как здесь сделано. Ой. Вот эта вот веечка, я её вот так вот раз, ну, бросаю на пол пока. Вот так, плёнку вот сюда поднимаю. Плёнку вот сюда поднимаю. Вот. Это в прошлом году брала XS. Они вообще не прижились. Все померли. И вот я насрезала. Ну, вроде бы живо. Здесь подсох, видите, надо опрыскивать. Всё такое в зелени. Ну, вот это литлы. В прошлом году взяла, так мне не получилось её размножить. Здесь вот не все. Так, это Summer Love. Или Crush, по-моему, сейчас. Там Самарская Лидия. Такая хорошенькая, хорошенькая. Там French Ballero. Вот это уже всё готово, готово на перевалку. Это Пинкачу. Тоже у меня достаточно. Так, ещё. Вот, попробую. Здесь понятно, что корни есть. Конечно же, есть. Вот. Такие корни. И обратно туда же. Вот, вот, вот. Столько работы. Ещё на улице надо переваливать. Из П-9 метельчатый. В 2-3 литра. На лето, на осень. На следующий год. Вот это переваливать. Так, здесь у меня почти пусто. Вот это она, Бельки. Я думаю, там вот немножко поставила. Здесь я ещё, знаете, так опасаюсь. Пока вот так поставила и смотрю. Тоже отсекли. Там вот лампы. Там добавили одну полку, расформировали. Было 4, стало 3. Это посередине теплицы. Вот такие вот, как вот такие стеллажи, как ясли. Мы прямо роняли. Вот, с мамой, с Ларисой. Чертили. И опускали вот здесь вот ниже. Прямо вот, ну, как она падала. И прикручивали. Вот это я вам показываю. Вот свет. Включается, выключается. Я делаю постоянно. Вот, видите, вот так вот. Комфот пришёл. Сняла и рассаживаю. Если рассадила, потом снимать уже неудобно. Здесь тоже уже снимала. Но эти были малы, они ещё остались. Так, Пинкачу. Там Санды и Фрайс. Вот эти вот длинненькие. Ну, вот здесь, видите, оно будет в одну палку. И расти, расти, расти. Конечно, над вторым листом я вот здесь вот уберу. Здесь уже убрала. Пошли вот новые побеги два. То есть ниже режем, тогда ниже не просыпает. Если высоко, такая рогатка будет на макушке. Так, ну ладно. А, здесь мне ещё надо опрыскать. Наверное, с вами без вас шумно. Немножечко сейчас преснем. Заодно проветриваю. Ладно. Потом ещё. Так, проветриваю, накрываю обратно вот так вот. Ну и потом палочку здесь вот фиксирую. Так, покажу вам с этой стороны. Вот эти свеженькие. Вчера, позавчера. Я говорю, что это вот такие вот мягкие-мягкие макушечки. Они вот где-то привяли. Маленечко. Буквально два-три дня. И они будут как солдатики. Вот тоже. Вот это всё свежий черенок. Вот за это время всё мы здесь заставили свежим черенком. Вот. Вот эти уже, смотрите, эти уже поднялись. Буквально. Так, от 29-го числа. Вот. Четыре дня. Всё. Смотрите. Они уже начали укореняться. Идёт салатная серединка. Он, конечно, без корней. Но уже всё. Как солдатики. Прошло всего четыре дня. Сначала падают, валяются. Это всё макушечки. Вот, знаете, вот все. Вот вообще все как солдатики. Как солдатики здесь ячейка. Вот такая вот эта ель высокая. Вообще удобнее это всё ставить, конечно же, в поддоны. Вот так вот поддоны. Вот. Налисну. Вот. Это я на центр отсюда переставила. Центр отсюда ставлю свежий. Здесь мне понятнее. Здесь я вообще не переживаю. Опрыскиваю раз в день. Даже если я припоздаю, ничего страшного не будет. Наверху. Вот. Тоже буквально этим всем по два-три дня. Вот ещё слабенькие. Но они скоро поднимутся. Здесь я уже опрыскала. Опрыскала. Так, что у нас здесь дальше? Вот это вот. Грандрекер тоже мне его. Много. Вот это сейчас тоже обработаю. Это всё свежее. Тут массово несколько дней взялись снимать. Чернол такой, конечно же, не каждый день. Там какое-то время снимаем. И всё. Вот. Вот. Также сейчас подниму и буду опрыскивать. Здесь даже бегонька у меня есть. Мне очень нравятся вот такие кассеты. Вот они маленькие. Осталось у меня не то, не сё. Я вот так вот раз. Вернее, маме отдала. Она их поткнула. Здесь они уже укоренились. Какие-то сразу в горшочки втыкаю. Вот видите, они совсем вот прямо вот. Я не знаю, кто такой черенок ещё берёт. Подскажите. Вот такой берёте черенок. Ну, это всё. Это, знаете, вот так подумать. Это верная гибель. Сапреет. Ещё что-нибудь случится. Это птиц стар. Ну, нет. Если подождать, то они прямо вот хорошие. Ещё вопросы. Почва, брикет, крепкая рассада. Я в нём только черенкую. Переваливаю по грабалт. Сине-зелёные. Кисло-нейтральные. А метельчатые, наверное, буду переваливать только в сине-нейтральные. А крупнолистые пополам. Сейчас всё дело пополам. Думаю, нет. Метельчатые. Они выдерживают небольшую кислоту или нейтральную почву. А крупнолистые, конечно, надо кисленькую. Надо всё мне плёночки поменять. Всё. Не могу. Вот, видите, да? Что, вот, потом раз, поднялись. Вот я вам показала. Давайте здесь я опрыскала, упрыскала. Так, вот сейчас вот это сделаем. Ой, сначала... Знаете, такое розовенькое, видите, на стене? Это с Максимом. Это я вчера заметила здесь вот такое вот... Видите, вот это вот чуть-чуть подпрело. Всё сразу же убрала. И не ждём, а развела препарат Максим. Вот такая притянённая плёночка. Вот я вам уже показывала. Несколько дней вот эти пуговки поднимаются. Вот, несколько дней они вот так вот с солдатиком. Вот эти уже... Вот от 29-го тоже числа. Вот они все поднялись. Так, и вот эти с 29-го. Ну вот, смотрите, они уже всё не падают. Сначала валяются, потом они уже не падают. Это макушечные. Есть комбинированные с деревянной частью. Вот этот был длинненький, он ещё укорочен. Здесь уже одровесневает. Макушечка взята тоже на черенок, на вот такой. Делаю первую партию. Затем снимается, 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 снимается. Хоть до зимы. Но зимой надо отдыхать. И вам, и нам, и растениям. Я это делаю до июля месяца. И то, чем раньше, тем лучше. Так, что ещё вам показать? Здесь лампа мерцает. Есть крупнолистные, которые я сформировала, какие-то укоротила. Их лишний раз не трогаю, не брызгаю, только от клеща. Они на осмокоте. Вот они, шарики вот эти вот. Вот это осмокот. Пусть сами разбираются, что им надо. Они растут под плёнкой. Без плёнки растут на улице. Вчера показывала, переваливала. Ну, здесь так же. Это всё, я говорила, свеженький. Вот, сюда свежий. А сюда переставила. Ранешний. Да, внешний. Вот. Это опускаю. Всё проветрилось. Так, не знаю, с той стороны надо обходить. Здесь мне и стремянка мешает. О, бля. Так. Здесь у меня тоже вот так вот они. Вот так. Вот так, вот так вот. Также накрыты плёночкой. Так, здесь я показывала, что пока ничего практически нет. Это уже более старшие, которые вот уже всё с корнями адаптированы. Время рассадить нет. Они будут подниматься вот сюда. Здесь также вот речка. Я её убираю. И вот так плёночку поднимаю. Вот так. Вот. Мне очень нравится вот эта вот самарская ледия 10 мая. Вот это, видите, раньше срезала. Это надо сейчас. Буду срезать вот так вот. Над вторым листом. Это уже черенок. После обработки, вот сейчас обработала, они тут же. Сразу идёт зелёная серединка. Есть выпады. Вот видите, вот выпады. Ничего страшного. Тоже самарская ледия. Прямо вот. Им три недели, они с корнями. Но они вот такие вот. Это здесь. А, говорила, не могла прочитать. Вот это сама бы написала, не могла прочитать. Firelight. Вот он, новый сорт. А это French Balero. Всё цветёт. Кассета вот такая вот. 54 штуки. Вот это, наверное, здесь слизни, хотя сильно их не видно. Надо громом пройтись, посыпать. Ну вот, вентилятор посмотрю, как будет. Высушивать не будет. Буду наблюдать, как вам череночки. Видите, приспосабливаюсь. Что-то меняю. Вот здесь вот суховато. Надо ещё побрызгать. Где-то можно пропустить. Бывает, что пропустило время. Подсохли. Я поливаю. Мы уже с корнями. Прямо из леечки. Хотя и такие тоже поливаю из леечки. Вот. Даже когда мы рассадили в кассету, она чуть влажная, но поливаю чуть-чуть из леечки. Надо чувствовать баланс влажности. Показала вам такую свою работу. Сейчас допрыскаю. И пойду делать перевалку. Нетельчатых. Ещё выносить надо будет. Из теплицы. Всё вам буду показывать. Подписывайтесь. У меня такие рабочие интересные моменты. Что я производитель. Я выращиваю и гортензии. Очень много. И также есть плодово-декоративный в закрытой корневой. Сайт сегодня-завтра обновим. Хотя там достаточно чего есть. Чего-то уже нет. Потому что на сайте глянули, мне написали, позвонили. Там позиции уже... Они висят, а их уже нет. Некоторые. Там достаточно. Можно выбрать крупнолистные. Надо набить корневую. Как набьют корневую, в ближайшее время их выложу. И сейчас скачала бизнес ватсап. Мне подсказали. И вот начала вбивать туда картинки. К вечеру ещё постараюсь. За эти дни выберу сейчас время и буду делать ватсапе. Говорят, там очень удобно. Потому что я сайты на самом деле сама не очень люблю. Мне проще написать или позвонить. Как многие из вас это делают. Вот. Заявочки ваши с сайта выписала. С ватсапа сегодня выписала. Простите, 2-3 дня не смотрела, не читала. Работала. Но я обязательно всем отвечаю, сажусь, всё выписываю. Сегодня всем ответила, приняла заявки, выставила счета. Завтра будет отправка. Треки скину. Завтра вам отправлю. СДЭК заработал. Отправка СДЭК или почта. Как вам удобнее, так и пишите. Можете мне смело звонить. На ватсап здесь сразу не отвечаю. Я сразу не отвечаю. Можете позвонить. Телефон всегда при мне. Всегда с собой. Всех благодарю. Всем всего хорошего. До свидания.